Музыка Конечно же подготовка идет полным ходом. Репетиции начались в феврале месяце. Так же, как и в 2016 году, мы очень тщательно продумывали и готовили номер, продолжаем его еще шлифовать и доделывать. Еще действительно есть время что-то доработать. Что касается моего решения, конечно, оно было принято, то есть в моей голове было 50-50, когда поступило предложение рассмотреть возможность второго участия, еще одного участия в Евровидении в этом году, когда поступило это предложение от канала «Россия», от ВГТРК. Конечно, сомнения были, и я очень долго думал, даже сомневался, много разговаривал с Филиппом, посоветовался, потому что, с одной стороны, конечно, Евровидение – это невероятно хорошо организованный конкурс, невероятный праздник музыкальный. И одно из самых лучших и больших соревнований музыкальных во всем мире, которые смотрит большое количество людей. И, конечно, хотелось вновь окунуться в эту атмосферу и стать частью этого праздника, вновь, скажем так, окунуться в это во все. С другой стороны, мне не хотелось бы себя повторять, и я, по-моему, очень достойно представил страну в 2016 году. И это был действительно отличный номер, победный номер. Мы все рассчитывали на то, что в 2016 году мы сможем завоевать максимальный результат. Мы действительно готовили замечательный номер тогда, и, в общем-то, зрители поддержали, и мы победили по зрительскому голосованию. Но члены жюри некоторых стран решили нас немножко байкотировать оценками, что повлияло на общий результат. Но, тем не менее, не всегда победа является каким-то призом, который ты держишь в руках. Меня много спрашивали о том, что не жалеешь ли ты, о том, что ты не победил. На мой взгляд, я победил и взял даже больше, чем это просто какой-то приз и первое место, потому что волна любви, поддержки, которая пришла ко мне после Евровидения 2016 года, она невероятная. И для меня это самый большой подарок и самый большой приз. И, опять же, сейчас многие говорят, что вот, ты второй едешь, второй раз с таким неким реваншем, за что-то доказать. А я говорю о том, что я не еду никому ничего доказывать, это никакой не реванш, потому что реванш – это когда что-то плохое с тобой произошло, и ты вот хочешь кому-то доказать что-то. А со мной в 2016 году только замечательные вещи происходили на конкурсе. И сейчас, уже в 2019 году, я еду просто, чтобы вновь окунуться во все это, чтобы вновь постараться максимально достойно представить честь своей страны в замечательной команде. И, конечно, песня, когда я услышал, еще тогда, изначально только мелодии, еще не было тогда текста, я понял, что да, с этой песней я не повторю сам себя. Это будет совершенно другой Сергей Лазарев, это будет вокально гораздо сложнее и интереснее, чем это было в 2016 году, хотя номер и песня в 2016 году стали большим хитом по всей Европе. С сих пор на русском радио крутят раз в день стабильно. Нет, вообще, песня «You are the only one» и номер «You are the only one» в течение последующих двух лет, после того, как Россия не участвовала в конкурсе, в 2017 году, в 2018 году мы не прошли финал. И очень многие вспоминали выступление с «You are the only one», и оно постоянно находится в топе самых просматриваемых выступлений за всю историю Евровидения. Поэтому, конечно, это было очень успешно. Ну, а сейчас это новый шаг, он, конечно, рискованный, я, конечно, рискую, я, конечно, чувствую дополнительную ответственность, но и тогда это было так. И для меня это еще интереснее, и более того, я был бы не я, если бы я не принял это предложение, и если бы я сказал «нет» на то предложение, сказал, что «нет, наверное, не поеду», то на следующее утро я бы об этом жалел. Только потому, что лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. Это как-то надо идти вперед, нужно развиваться, нужно бросать себя в какие-то такие риски, и кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я надеюсь, что этот риск будет оправдан. В любом случае, я не могу предсказать, мы никто не можем предсказать, какое место будет у нас, мы можем надеяться, мы можем работать на хороший результат, но мы никто не знаем, каким он будет, потому что совершенно другой год, новые страны, новые песни, мы не знаем, что произойдет. Наша задача, моя задача, как исполнители и нашей команды максимально достойно представить страну, чтобы участникам, чтобы командой гордились, чтобы страной гордились, чтобы болели всей страной, и чтобы потом пересматривали выступления, как это было в 2016 году.